Когда на Руси появились варежки, как их называли в разное время, какие народные традиции и игры связаны с этим предметом одежды? Чтобы узнать ответы на все эти вопросы, посетители и сотрудники Центральной детской библиотеки имени Пушкина совершили своеобразное этнографическое путешествие под названием «Жили-были варежки». Это, в общем-то, прикосновение к истории, к нашей истории и знакомство более близкое с теми предметами, которые нам давно знакомы с раннего детства, но о которых мы, к сожалению, так мало знаем. Помимо рассказа об истории варежек, библиотекари приготовили различные викторины, загадки и конкурсы. Немало времени уделили и литературной составляющей. Поговорим, конечно же, и о нашем литературном языке, о тех устойчивых выражениях, которые появились и связаны с варежками. Все мы знаем, допустим, такое выражение, как «держать в ежовых рукавицах». Что это значит? Мероприятия библиотеки в дни новогодних каникул посетили уже более тысячи человек. Это и дети, и их родители. Темы встреч самые разные, но так или иначе все они связаны с зимой. Никита Коршунов побывал практически на всех январских программах. Больше мне нравятся мастер-классы и разгадывание сканвордов, потому что так я поддерживаю свой умственный нрав и развиваю свои мозги. Каникулы в детской библиотеке продолжаются. 11 января ребятам покажут видеоисторию поступок, который изменил всё. А 12 января библиотекари вместе с детьми отпразднуют день рождения снеговика. Мероприятие для зрителей старше шести лет.